Я их не видел 20 лет как раз. У меня сегодня Таня спрашивает, супруга моя, ты волнуешься? Я говорю, как волнуешься? Я 20 лет назад волновался. Сейчас это такой праздник, который устроили мне иркутяне. Вообще Иркутск, конечно. Это такой фантастический город, который мне сделал, для меня лично, для моей семьи, сделал просто всё, что возможно. Они открыли мне дорогу вообще к жизни. А теперь его первые работы внимательно рассматривает внучка. Мог ли мальчик из многодетной семьи в маленьком селе в Забайкалье думать о мировой славе? Даши отвечает, о таком даже не мечтал. Но 20 лет назад его жизнь разделилась на до и после Иркутска. В феврале 2000-го здесь, в нашем художественном музее, состоялась первая персональная выставка Даши Намдакова. Колоссальный успех. Скульптуры раскупили коллекционеры. Художника узнала вся Россия, а после и весь мир. Спустя 20 лет эти произведения мастер разглядывает с интересом, будто собственные детские фото. Это вообще моя первая отливка из бронзы. Вот я, она, я же к Иркутской выставке готовился года три, и я за три года до Иркутской выставки научился только бронзу отливать. Вообще вот литья бронзы за Уралом вообще не было. Никто не лил художественную бронзу. И мы со своими коллегами, с ребятами, молодыми художниками ходили на завод, теплоприбор этого АНУДЭ, и они отливали вентилятор сантехнический из латуни. Так на заводе и научились первыми за Уралом отливать произведения из бронзы. А сегодня Даши работает с лучшими литейными мастерскими Италии. И всё же Иркутск остаётся столицей его творческого пути. Мы очень благодарны, что 20 лет спустя он снова здесь, уже как большой художник, действительно большой художник, которым мы гордимся все сибиряки, не только иркутяне. А мы, иркутяне, гордимся тем, что именно отсюда он начал считать его нашим иркутским художником, я так скажу. Сейчас Дашин Имдаков живёт в Лондоне, а его произведения украшают европейские столицы. На него заметно влияет жизнь в Европе. В творчестве бурятского скульптора теперь удивительно сплетаются великие культуры. И всё же душа его искусства остаётся азиатской. Это же как бы у меня, в моих жилах течёт, и это слава Богу, и здорово, что я поехал в сторону Европы. Вот этот диапазон больше до Иркутска, это был бурятский период, или красноярский период, который я учился. Потом был московский период, потом итальянский период, потом английский. И когда их видно, да, видно, потому что, видимо, это среда, она питает. Марина Беклемишева, Артур Рощупкин, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.